Подмосковье. Минус 14 градусов. Вот смотрите. Минус 14 здесь немножко по-другому оценивается. В терминале Домодедова ставят огромную елку. А мы идем к выходу. Меня провожают. Вот так. Я на вылете. Вон сзади уже самолеты. Такое тут классное сопровождение. Ну все, я сейчас вылетаю через полчаса. Пока. Итак, дорогие друзья. Мороз. Аж гору пробирается. Это 30 всего. Итак, это Андрюха. Привет, привет. Да. Мы на земле Аланхо. И, наверное, сегодняшний ролик я начну со слов давным-давно. Давным-давно в Сунтарском районе республики Саха-Якутия в очень маленьком селе. Но хочу сказать, что потом, после, независимо от этих событий, село приобретет буквально всемирную известность. Потому что обычный учитель биологии Борис Николаевич Андреев обоснует при школе очень знаменитый таксидермический музей природы. Экспонаты которого обменом разойдутся буквально по всем уголкам земного шара. А фонд музея, соответственно, пополнится необычными экспонатами многих стран. Но это будет намного раньше тех событий, о которых я хочу вам сегодня рассказать. Итак, в царское время в селе Эльгай, на берегу Великой Северной реки Вилюй, стояла церковь. Одним бандитам пришла в голову очень дурная идея похитить церковный колокол, благовест, и отлить из него пушки для нападения или для обороны. Похитителям удалось снять колокол со звонницы, подтащить его к берегу реки и погрузить на плод. Но похитителей постигла неудача. Плод начал крениться, тонуть и перевернулся, а колокол затонул прямо у пристани, недалеко от церкви. Все это видели дети и женщины, которые вышли беспомощно наблюдать, как у них крадут святыню. Скорее всего, бандиты выбрали время сенокоса, когда все здоровые мужчины находились в полях. И, конечно, об этой трагедии узнало все село. Так родилась легенда, которую из поколения в поколение сельчане рассказывают друг другу уже очень много лет. Интерпретации этой легенды сейчас несколько. Кто-то ссылается на времена гонений на церковь большевиками, кто-то все же утверждает, что это были бандиты, а кто-то говорит, что старейшины деревни специально спрятали святыню в реке подальше от тех и от других, дабы она пережила смутные времена. Но суть сходится к одному. Колокол-благовест затоплен у пристани в реке Вилюй прямо напротив здания администрации села Эльгай, в аккурат там, где стояла старинная церковь. Сравнительно недавно, в начале 90-х годов, совсем неожиданно старинная легенда получила подтверждение. Приблизительно в том же месте, где, по словам старейшин, был утоплен колокол, затонул небольшой буксир, кораблик. Вызвали спасателей, водолазов, и когда те, завершив глубоководные работы, вышли на берег, они с удивлением сообщили людям, что там, на глубине реки, на дне покоится большой церковный колокол. Жители спокойно им ответили, да, мы знаем. Почему тогда его не достали вместе с буксиром, история, конечно, умалчивает. Есть только предположение о том, что не хватило времени, или не договорились по деньгам. Но во всей этой истории было бы нечестным не упомянуть еще одного человека, почетного гражданина города Мирного, Игоря Витальевича Забегина. Уже совсем недавно, в начале 2000-х годов, он с группой водолазов совершил попытку найти данный артефакт. Но, к сожалению, местные жители ссылаются на то, что он нырял совсем в другом месте. Видать, у него была другая информация. Ну и, конечно, сегодня нам с вами предстоит выслушать эту легенду вновь уже со слов жителей. Посетить якутскую епархию в городе Якутске, взять там исторические справки и, конечно, благословения на поиски. Взять самый продвинутый на данное время такелаж. Лебедки, тросы, крепежи, захваты. Это можно найти только в одном месте в Якутии. Кстати, в магазине Техно по Чеченко 2А и в магазине Строп по авиационной 12. Вот этот полетленовый трос на минуточку выдерживает 9 тонн. Такие чудеса можно найти только тут и нигде больше в Якутии. Очень подробно и в деталях изучить дно реки, маленьким батискафом, подводным дроном. Немного узнать о подводных жителях и, конечно, заглянуть в тот самый знаменитый Эльгайский музей. Воздуху? Ну да, да, прям прозирает. А скашить хочет. Сухой воздух, скажи. Да, да. Так, и поэтому сегодня мы с вами вместе эту легенду будем разгадывать. Ну, хотя бы проверим. А насчет проверим, это мы точно проверим. Я сразу хочу вам сказать, что несмотря на кажущуюся легкость, непринужденность и простоту этого фильма, на подготовку экспедиций ушло очень много времени и сил. И поэтому я очень благодарен всем тем, кто нам помог, включая, конечно, вас, дорогие друзья. Итак, одел нас, чтобы мы не замерзли с Андреем в Якутии, магазин Тритон. Спасибо им огромное за это. Практически уже 6 лет я в их костюмах, в самых разных уголках крайнего севера Арктики и по всей России покоряю самые суровые температуры, с комфортом и в тепле. Магазин Коптер Тайм также безвозмездно дал нам замечательный подводный дрон для того, чтобы наши поиски удались. С этими ребятами я дружу тоже очень давно, буквально с тех пор, как запустил в первый раз их дрон в минус 50 градусов. Также у них есть свой одноименный YouTube-канал, на котором выходят новости о выпускаемых новинках, правилах пилотирования, обзоры, поправки в законах и многое другое полезное для профессионалов своего дела на воздухе и в воде. И вы знаете, я эти выпуски не пропускаю ни одного раза, то есть постоянно за ними слежу. А теперь давайте познакомимся с моим попутчиком. Собственно, Андрей Шулунов. Это именно тот человек, который меня и поддержал в порыве раскрыть старинную легенду. Он является экспертом по оценке безопасности продукции, директором Евразийского института изучения безопасности продукции, общественным деятелем, инициатором ряда проектов в сфере экологии и социального развития. Также он в очень трудное время запустил проект «Помогаю продуктами», чем очень помог многим нуждающимся в этом людям. Ну и, конечно, все эти истории с отшельниками, маленькими косулями на льдинках, заснеженной Якутией и далекой Арктикой не могли Андрея не заинтересовать. Ну и, собственно, поэтому мы здесь вместе. Встретились мы на форуме «Россия», «Москве», «Нава ДНХ», ну и вот теперь в Якутии. Мы пришли в епархию города Якутска, даже республики «Высока Якутия», чтобы получили благословение на наш экспедицию. Ну, посмотрим, дадут снять, не дадут снять, но вот так все тут выглядит. Это такое жасминовое дерево, да, большое у вас? Да. Китайская роза. Ух ты. И ты представляешь, а за окошком полтинник? Минус 50. А вот и тессия. Единственный тессий русской православной церкви, единственный епархия. А за какой фильм? Фильм посвящен святителю Янакинтию, наполею Московскому, покровителю Якутии, святителю Янакинтию Вениаминову. А как называется? Якутия и небесный покровитель. Как это называется? Якутия и небесный покровитель. Авторский фильм архиепископа якутского республика. А его можно в интернете вы видеть? Я вам сейчас подаю диски, и в интернете все фильмы выложены в Ютубе. Класс. Все фильмы якутия и епархия, они выложены в интернете, в Ютубе. Я сейчас вам подаю диски. Спасибо огромное. В епархии нас принял высокопреосвященнейший архиепископ якутский Еленский Роман Лукин. Легенду о утопленном колоколе он, конечно, знал. И ничего дурного и зазорного в том, чтобы мы искали и тем более подняли колокол со дна, конечно, не видел. И, естественно, дал нам свое благословение. Это означает, что у всей колокол отлит по благословению или при патриархии московской на Северной Руси Кирилле по благословению архиепископа якутского Еленского Романа к такому-то храму, к Еленскому храму села Сумпо. Вот эти три вещи на колоколе отображены. Но из них вы не узнаете, кто освящал, вы не узнаете, кто вил колокол. Колокола, как и иконы, в православной традиции не подписываются изготовителям. Это считается дурным доном. Это гордыня считается. А, понятно. Тогда они подписывались даже с самыми великими мастерами. И колокола тоже. Это вы только можете потом найти специалистов по питью колоколов, историков, которые, быть может, вам что-то поведают уже взорвая на... Какой стиль? Да. Потом, в зависимости от размера колокола, надписи вообще может не быть. Вот, когда мы заказываем звонницу, она, как правило, из восьми колоколов состоит. Вот с надписью идут только первые два колокола. Самый большой чуть-чуть. Вы можете посмотреть и наш музей. Там, где и колокол есть, зайти в музей православия. Сейчас там вообще в здании. Это все там. Вот здесь сейчас вы поедете по дороге, прямо в Чернышевскую поседу, в семинарию. Все. Там вас встретят подымет на колокольную. Может, даже он сможет позвонить в колокол. Отлично. И расскажет вам о колоколе. Владыка, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Вот полудри. Ну, даже не музей, можно сказать. Это все церкви... Да, это дореволюционные церкви, которые сохранили в том или ином виде. Амиконская, Вознесенская. Некоторые из них, собственно, не сохранились. Это вот рисунки, видите, да, Сунтарская, примерно. А какие-то сейчас вновь возбудятся, реконструируются. Сунтарская, вот она. Вообще, история нашей парки связана с основанием города Якунска. Якунск основан в 1632 году. Вместе с первыми казаками сюда пришли также священники. Ну, понятно, что казаки, когда приходили, они, собственно, были православными христианами. И в связи с этим с ними в их рядах шли сразу же священники, которые окормляли их, собственно, совершали какие-то покослужения, обряды. В семинарии при музее нас ждала очень интересная и захватывающая экскурсия, в которой мы узнали много нового и интересного для нас. Труд монахов, первых священников, которые пришли сюда, в Якутию, был очень сложен и тернист. Даже трудно сейчас представить, как преодолевались колоссальные расстояния по Якутии в мороз, да и летом при обилии гнуса. Как строились храмы, церкви и самое интересное то, каким способом доставлялись тяжелые колокола в отдаленные деревни, где порой рядом не было даже рек. И сейчас нам предстоял путь всего в тысячу километров, которые мы на машине преодолеем всего за каких-то 20 часов. Но тогда на такое путешествие, тем более с ценным и очень тяжелым грузом, ушел бы не один месяц. Это колокола, а это вот било и язычок, язык колокола. Кстати, в последние времена колокола судили как людей, по сути. Вот если вы помните новгородский колокол, который созывал людей на вечь, ему вырвали язык и хлистали батугой. Да, да, такое было. Я вас передаю Юре, иду искать книгу. Все, отлично. Все, мы тогда, мы с вами не прощаемся. Нет, нет. Все, Юрий. Юр, ты тогда потом их приведешь к рефературе. Это Николай, да? Да. Благовест? Да. Благовест. Благовест Николай. На Кенте. Ой, на Кенте. Да. А ты смотри отсюда, какая красота. Современный город. Река Лена. Видишь, сейчас Андрей звонить как бы сильно не рекомендуется. Но сейчас потепление, да? Сейчас можно немного, да? Да. В полсилы. В полсилы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это и днём, и вечером постоянно одна такая картина, да, Серёга? Ну да, как под 50, так начинается. А бывает, фары забывают включать? Некоторые с гаража выезжают. Начинаешь так поморочивать, ну, из тумана, выскочил, и в тебе. И ты виноват, блин. Вот так вот бывает, фонари не видно. У некоторых фонари задние плохо горят. Я ещё раз, чья-то жопа Королла разбитая. Вообще там ни бампера, ничего нету, блин. Лампочки висят и не горят. А вон КамАЗ вывисовывается. Это вот тут маленькая скорость. А когда на скорости идёшь, очень неприятно. Где-нибудь там за горло. Понятное дело. Так. Итак, центр сварки. Магазин Строп. Лучше в Якутске. Да? В Дальневосточном регионе. В Дальневосточном регионе. Ну, пойдём, покажешь. По сварке, по крайней мере. По сварке точно. Да. Это знаешь, как называется? Это называется браслеты. Ах ты, красота какая. Ох ты, какая красота. Вот так, ребята. Итак, здесь мы сейчас найдём такелаж, который нам будет извлекать. Ну, вообще у нас как бы на полтонны расчёт идёт. Но запас, конечно, карман не будет тянуть. Вот такой. Сколько он держит? Тебя. Это 3 тонны держит? Да. А у нас было бы 9 тонны. Просто ты, если одна, ты будешь в общем. Или восьмёрка. Вот это, короче, не дали. Это 3 тонны держит, да? А это 11 тонн? Да. Какая-то он не есть. Хера себе. 11 тонн. Натяг. Даже стрелочками показывал наверх. И пошли глотать. То есть, она тяжа уйдёт. И вот у него усилия, у неё усилия 2 тонны, да? 2 тонны на подъём. Рабочая. И вот здесь крючок у нас. Вот здесь у нас крючок. И медленно, наверное, будет вытаскивать. Да. Потом переключили. И отпустили. Да, это опускается. То есть, потихоньку опускается. Если вам надо просто вытянуть цепочку, то вы стоите на нейтралку и вытягиваете. Да, да, да. Всё понятно. Либо туда, либо туда. Либо туда, либо туда. Кевларовый трос. Режется обычными ножницами. По сути, он не кевларовый. Это синтетический. Кевларового троса не бывает. Всё понятно. Ладно. Итак, Серёг, Дима, ну кто-нибудь. Так, мы берём лебёдку, да? Мы берём полиспасы. Но тут, конечно, в этом магазине есть ещё много всяких интересных вещей. Вот это, допустим, штука. Вакуумная обработка для сэндвич-панелей. Для установки сэндвич-панелей. Вот представляете, до чего дошёл прогресс. Сэндвич-панели можно устанавливать вот этой штукой. Я сейчас покажу кадры. Есть? Есть. Есть. Пронтон. Да, вот смотрите, что у нас тут дальше. Вот эти подъёмнички всякие разнообразные. Вот это. Вот эта планка устанавливается внутри на фуру. И к ней вот идёт целое множество всяких разных подвесов. Есть даже вот эти подвесы, которые вытягиваются, да? Где они? Где-то они тут имеются. Что вытягиваются? Ну, которые этот... Груз контролирует посередине. А, балки-то вообще? Да. Балки-то, которые между бортами ставятся. Да, между бортами. Да, это раз. Дальше. Я говорю, ну, такого... Как бы встретишь мало где. Вот тросы разнообразные. С разнообразными сердечками. С сердечниками. Слушай, ты вот когда тащил машину, какие-нибудь орвались? Такие-то вообще не было? Да, вот разнообразные. Вот были бы такие, вот они бы не рвались. Вот у меня сейчас в установке стоит вот такой восьми... А, это десять миллиметров. Вот у меня сейчас вот в установке вот такой стоит. Да, тут... Это просто, да, цепи для... Разнообразные лебедки. Электрические. 220. Механические. Ну, там были. Потом... Вот я даже... Я даже не представляю, что это такое-то. Это... Мандаж натягивает механизм. Вот так. Он протягивает трос, при этом он не наматывается ничего. Ты просто прямой трос вставляешь, его путем вот так вот перезажима. Там такой механизм. Трос троится прямой. Вот. Он тянет. Серега, ты мне скажи, кто это покупает? Это вообще покупают? Конечно. На севере вообще очень много чего востребовало. Не очень, да. Да, на цепи. А это не цепи. А я узнал, как это называется. Это называется браслеты. Браслеты, да. Да, это браслеты. Да, и тут вот представлено не так много, а в складах лежит больше. Ну и, естественно, разнообразный такелаж. Вон там. Вот очень востребован у нас на северах. Он динамический. То есть, ты им натягиваешь, машина вроде как остается на месте, а потом... А потом начинает играть такой эффект, когда его подтягивают, да. И вот он очень этот... А вот это вот новый... Это то же самое новое, да. Там внутри они не как веревка идут, а просто прямые линии. Он такой вот как бы мягкий, да. Много-много тысяч ниток тонких, крепких. Которые тоже... И чехле, чтобы не стеслили. Динамическое тоже воздействие. Так, а это что? Вот я вот уже... Ну, это для строительства. Сколько на метрах у нас? Это не леса, в случае? Ну, да, своего рода. Типа леса. Подкрасил 12... Корзина сверху еще стоит. Пульт управления. И это все в Якутске, товарищи. Все это в Якутске продается. Так, а это... Это получается внизу, а это наверху. Да, самый лучший специалист. Который уже мелькал в роликах всяких разнообразных. Что у тебя? У тебя тут, по-моему, этот расширение коллекции, да? А где лазерный сварочный аппарат? Скоро будет. Огромный зубок. Все варенье. Да-да-да. Которые бренды. Вот так парочка брендов. Там, где, в принципе, как бы... Цена очень высокая. Маск неоправданно высокая. Но сейчас, кстати, вот рулит не только Ресанто, да? Но и Норберг начал рулить, да? Все. Ну, Норберг так, полупрофессиональное. Смотри, точечное. Ну, все, что только... Все, что только душе угодно. Ну, полуавтоматы. Тут у нас сварка этого пропилена. Здесь у нас газовая. Здесь у нас разнообразные всякие истории. Ну, тоже вот редуктора газовые. Всякие всевозможные. А это что вообще такое? Это копировальный станок. Можно сверху поставить в него, к примеру, квадрат. Кошмар. А, то есть продублирует он? Совершенно верно. Ё-моё. Так это резак? Да. Профессиональный. И это тоже резаки? Труба реза промышленная. Охренеть. Есть и такое. Итак, набрали мы всяких разнообразных инструментов. Я думаю, вытащим с этими все делами. Поехали дальше. Итак, нам предстоял путь 840 километров до города Нюрба. До моей родины. Итак, наш следующий шаг. Это Нюрбинский район. Мы приехали, доехали до Нюрбинского района с Андреем. Кстати, жарко. Где-то под 40. 30 там с чем-то, да. Заметил, что жарко. Да. Ну, все как бы очень комфортно. Были минус 50. То есть мы все эти минус 50 прогнали. То есть когда мы должны были прилететь, вот было минус 50. Мы прилетели 46. И дальше, дальше. Ниже, 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 ниже. Но я думаю, до Нового года как бы все вообще будет идеально. 28, 29. Правда, Андрей хочет полтинник. Но, не знаю, получится, не получится. Да. Итак, едем в Нюрбу. Итак, мы в Нюрбе. И начало у нас, наверное, скорее всего с площади. Это площадь, начало набережной. К сожалению, за это лето дальше работы не произвелись. Ну, ерунда. Администрация, здание администрации города. Это бывшее здание Ауроса. Ну, сейчас административный центр МР Нюрбинского района. Вот так. Ну, Ауроса передала Нюрбинскому району. Так. Ну, и поехали в небольшую экскурсию торгового центра Татыина. Вот, смотрите. Нюрбинский драматический театр. Вот он такой. Кстати, самая такая сильная и крутая у нас труппа. Самая-самая. Площадь имени Сергея Васильева, Степана Васильева. Степана Васильева. Так, получается, Сахателеком здание. Вот это вот моя работа была. Так, это у нас рынки. Теце Туймада – это тоже рынок. Это у нас дом Аланхо. Ну, можно так сказать, что музей и все такое. Вторая школа. До этого в сюжете с Евгением, с отшельником я полную давал экскурсию. И поэтому повторяться не будем. Итак, сходили вы в гости к Евгению. Ну, и, конечно, сходили на рыбалку вместе с Юрой, знаменитым нюрбинским рыбаком. И, естественно, был Андрей очень поражен, что прямо возле большого города северного можно поймать такую огромную и еще, конечно, вкусную рыбу. Потому что мы ее, естественно, не вытерпели и пожарили. Вот такой вот у нас улов. Сейчас мы вот этого на жареху пустим. Вот этого товарища. Все уже замерзло. Как ты, слушай, кстати, как ты себя чувствуешь? Он уже настоящий сибиряк. Да, привыкаем, привыкаем. Да. Особенно на голодняк, да, так вообще. Да, мы сегодня без завтрака. Поэтому обед у нас будет прекрасно. Гаражи Наташи, видите? Опять. Итак, мы покидаем город Нюрбан. Сейчас у нас впереди ледовые переправы и Сунтарский район. Все. Начало нового дня. Начало новых приключений. Это село Кюн-Дядя и переправа ледовая через реку Вилюй. Вот. И вот эта вот часть всегда бывает заторошена. Всегда. Вот это пункт обогрева. Если вот ты провалишься, то там как бы ждут спасатели. Вот телефон, освещение. И с одной стороны, и с другой стороны. Вот эти пункты. И вот видишь, как, ну, как бы хорошо сделано. Все очищено. И вот мы как бы забираемся, да, сверху. Это вот все на плавление. Смотри, коровы на водопое. Видите, у них что-то много. Да, у них лунка. Они как бы выходят из сарая, из хатона. Там пьют и назад возвращаются. Это мы сами. Причем сами, да. Итак, Сунтарский район. Андрю, давай слазь, я тоже хочу. Давай, давай, давай. Ну-ка, 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 пройдем. Пройдем-ка. Пройдем-ка. Прикольно, прикольно, прикольно. Вот же ребята. Вот, пожалуйста, оладушки. Вот кумыс. Да, вот это такая гривость. Сюда можно на лошадь залезть. И прям седло все как надо, с чапараком, со всеми делами. Клево. Прикольно. Вот Сунтарский район. Так, итак, у нас вырисовывается Эльгай. Конецная точка. Да, наш такой маршрут. Да, конечно. Смотри, школа какая. Вот корова в лифчиках, видишь? Выгрузились. Вот смотри, питьевой лед. Если что-то, если что, короче говоря, тут вода везде есть. Все нормально. Да, банька есть. А здесь вот в этой клетке кролики. Но, к сожалению, они вот в этот сток прячутся, и их не увидишь. Их можно только со стороны глянуть, пока не испугаешь. Ага, Андрей, хочешь чая? Вот. Сейчас кипятим. Да, это вот на чай, там вот на суп. Нет, или это на суп, а это вот, короче, на чай. Вот как-то так. Слышишь, что? Вот Людмила, хозяйка наша, да? Она, смотри, что делает. Она, короче, кипятком ошпаривает эти яблоки и все фрукты просто кипятком. И вот он, воск, пожалуйста. Вот он уходит. Прикинь? Я сейчас тебе вышлю это видео. Вот, век живи, век учись. Ага, ничего себе. Мы прибыли в село Эльгай, гостеприимной хозяйки Людмили. Ее гостевой дом. Нас сразу очень сытно и вкусно накормили, прям тут же не выпуская никуда. И буквально через 15 минут за нами приехала машина музея. И вот мы уже едем в знаменитый Эльгайский музей живой природы. Практически каждый житель Якутии тут побывал. Допустим, я здесь был очень много раз. Конечно, потому что моя работа тесно связывает меня с музеями. Но меня возил сюда на экскурсию мой отец. Хотя это довольно-таки далеко от Нюрбы. Затем я возил сначала своего старшего сына, потом через 12 лет младшего сына. И так практически вся Якутия, все отцы и матери возили сюда своих детей. От Мирненского района до Нерюнгринского. А возможно и дальше. Школьников на экскурсии возили сюда централизованно автобусами со всех школ. Ведь мало кто в советское время мог увидеть, например, верблюда, дикобраза или жирафа. А тут в этом удивительном здании было собрание практически всех животных из разных уголков земного шара. И опять же, для нас с Андреем это была очень подробная, познавательная и увлекательная экскурсия. А для вас это пролетело буквально в несколько минут. Но я хочу вам сказать, что два года назад я был здесь с Вячеславом Бродниковым. Канал «Клевая рыбалка». И подробно все снял. Так что смотрите наш со славой вояж по Мирненскому району. А вообще я, конечно, советую лично приехать сюда и все увидеть своими глазами. Кто был в этих стенах и видел эту удивительную экспозицию, я прошу отозваться в комментариях. А мы плавно подбираемся к сути нашей экспедиции. Где-то вот здесь. Сразу вот здесь. Так, это у нас где стояла церковь раньше, да? Спустили и тут же как бы велю и где-то утопили. Барджа посередине, по-моему, где-то стояла. И хотели на маленькой лодке, по-моему. На маленькой лодке забрать хотели. А, то есть до баржи везли, правильно? До баржи. И перевернули и где-то утопили. В 90-е годы этого утопившего искали и там говорили, что там колокол лежит. В 90-е годы водолазники. Так, а вот и церковь. Это она вот так выглядела, да? А этих зарисовок обычных или фотографий не сохранил. Фотографии есть. А, есть фотографии? Тут в музее? Ага. Ух ты, давайте-ка. Колокола. Ага, беги, как тут было. А вон она колокол как бы. Говорят, в полтонна был, да? Наверное, да. Итак, что же нам удалось узнать об этой церкви в якутской епархии? Ведь ее уже физически давным-давно не существует. Итак, Ильгайская и Анна Предтеченская древняя однопрестольная церковь расположена на первом бордонском наследии Сунтарского улуса на правом берегу реки Вилюй. Была построена в 1875 году на средства якутов-конголазского наслега Сунтарского улуса Г.Н. Попова и Н. Самсонова с помощью прихожан. Освящена 10 ноября 1878 года епископом якутским и Вилюйским Дионисием. Церковь в единой связи с колокольней была обнесена деревянной оградой. Часовня имела восьмиугольную форму с одним куполом и крестом и была построена в качестве усыпальницы для Попова. Имелся склеп, который был сделан из выжженного кирпича, алтарь и престол с жертвенником иконостас царскими вратами и иконами в серебряных визах. Внутри и снаружи часовня была обита тестом и окрашена краской. Служба в часовне проводилась только в воскресные дни и церковные праздники. В часовне имелось на престольной Евангелии медные кресты, серебряные сосуды, лампы, кадила, подсвечники, некоторые богослужебные книги и священническое облачение. Здание часовни отапливалось голландской печью. Имелась возможность проведения служб в течение всего года. В 1913 году прихожанами Эльгятского прихода были 3749 человек, проживавших в 1-м и 3-м Бордонских, Харинском, Хангаласском, Кокоринском на слегах Сунтарского улуса и Бакамдинском, 2-м Жарханском и Сунтарском на слегах Хочинского улуса. К сожалению, не было записи о прекращении работы этой церкви. Ну, оно, конечно, понятно, почему. Едем на место. Склеп Богатого стоял вот на дороге прямо, да? Прямо посередине дороги. А церковь? На шаге 80-х когда-то. А вот церковь, значит, вот здесь стоял. Вот где-то тут, да? Или здесь, или. Ага. Так и получается, этот колокол вот тащили вот туда, да? Да. Ага. Так, а колокол вот так вот у нас, вот путь колокола так у нас. А это что за памятники СССР? Нет, это. А это? Учителем. Ааа. Питатель. Лимон. Закат у нас уже, к сожалению. Практически день прошел. Чего? А, ну да, можно так, ага. Смотри, вон какие-то постройки аутентичные. Вот здесь. Где-то вот где это жерк, да? Нет. Что, куксир, что ли? Где-то. Нет, это там коровы ходят. Вот здесь утонул этот буксир. Здесь буксир. Не машина, а буксир утонул. И его... И его там вот водолазы доставали и увидели. Ага. Кто-то сказал машину, кто-то сказал. А это пристань, да? А, так это старинный зимний тракт, да? И по вот этой дороге церковь стояла. Вот тут получается у нас. И по вот этой вот дороге спустили. И где-то вот... И где-то вот тут утопили, да? Где-то и утопили. Ага. Далень, далеки, наверное. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Понятно. Кем вообще? Вкус специфический. Так, итак, сегодня у нас очень ответственный день. Очень ответственный день. Сегодня будет погружение батискафа. Первый день поисков. Уже четких поисков. Ну что? Путь только в один конец. Сейчас все увидим. Тем не менее, где-то в районе минус 42 градусов по Цельсию. А этот еще река не замерзла, да? Ну. Есть еще прогалины, да, в реке? Вон парит. Еще не замерзла. Понятно. Смотри, там еще река не замерзла. Видишь, с парения идут. Да-да-да. А там дом, не рек? А, и там тоже есть. Понятно. Но тут-то все уже крепко, да? Так, это у нас обряд. Андрей, а ладошки? А ладошкой внутри будем. Яйца с молоком. Хлеб. Да. Это обряд. Его, скорее всего, успешно съест ворон. Но ворон это символизирует такую птицу из потустороннего мира, которая даст нам разрешение. Река ублажена. Все, Андрей, пойдем. Чувствуешь, да, крепко? Здорово, да. Да. Все. Так. Ходим внутрь. Да, самый раз. Так, самый раз. А ладушки сейчас на печке? А я кто-то на гатеринбургах. А ладушки в огонь? Да, в огонь. Так, можно сплавать. А ладушки сейчас на печке? Так. 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 Я ищу, 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 ищу. задобриться здесь попробовать все понятно приступаем такая вот у нас компания собралась минус 42 градуса за бортом сейчас ощущается так и вот сейчас мы будем вот такое тонкое оборудование тут тестировать да так что можете пожелать удачи точно она нам очень сильно пригодится и так подключаемся что запуск погружение у меня уже был опыт управления такими маленькими мини батискафами но все же первый день был полностью посвящен тренировкам и привыкания к данному оборудованию но если мой первый батискаф был с тремя импеллерами то у этого их было уже восемь что давало большую стабилизацию и устойчивость глубина реки у нас составляла три с половиной метра и было очень быстрое и сильное течение немного даже необычное для велюя ну я знаю я тут прожил более 40 лет так что я знаю о чем я говорю уровень воды в реке стремительно повышался я кстати это сразу заметил еще в нюрбе на рыбалке потому что юра планомерно со своих снастей убирал водоросли это и сказала о том что уровень воды только растет не понижается ну и вдобавок еще влияло на ухудшение и дальность видимости дрону это все конечно про повышение течения и вот этих вот откол и отрыв вот этих всяких частиц водорослей и так далее и тому подобное когда мощность потока увеличивается вот вода становится очень мутной и дрону приходилось рыскать буквально в полуметрах от дна но все же первый тренировочный день был довольно таки продуктивен и мы много чего интересного нашли и увидели на дне глубина три метра три метра температура воды 0 1 0 1 градуса до очень мутно так завал-завал-завал-завал-завал-завал-завал ну-ка вот мы выровнялись смотри как якутские карасики понравились это не кобейские это отсюда до так сейчас у нас дубль 2 заряжаются аккумуляторы долго течение двух часов плюс практически два часа на поиски и вот так вот очень даже очень даже комфортно два часа поискал два часа отдыхаешь ну вот уже день скорее всего будем и ночью искать если не будем подымать конечно это это волнительный момент но еще получается что мы наверное скорее всего будем еще и палатку переставлять несколько раз ближе дальше посмотрим давай запустай вот ушел вытискавчик картинка очень стабильная все нормально первый заплыв был такой как бы как я привыкал к управлению вот этого дрона потому что первый дрон у меня был с четырьмя пеллерами а у этого 8 и он немножко как бы себя вел неадекватно плюс еще течение она абсолютно не помогает но сейчас уже явно я как бы под привык к управлению уже начинаю понимать где он находится как вот эту картинку смотреть и практически уже понимаю как как управляться с течением на следующий день мы постарались с помощью навигационного компаса встроенного в дрон разбить дно на поисковые квадраты и зондировать их тщательнее трос управления давал нам возможность покрыть поисковой квадрат радиусом в 200 метров что было довольно таки не дурно для маленького дрона но к сожалению цикл разрядки аккумулятора был намного меньше чем цикл зарядки он составлял с учетом сильного течения разрядка была час а зарядка два часа и работы в квадрате прерывались и начинались немного не в одном и том же месте что конечно давала очень обидную погрешность то и дело подходили разные ребята из деревни с точным знанием где именно находится колокол давали нам поправки на ветер я тоже блогера встретил блогера из китая а так ваш канал называется а сколько у вас это китайский тиктокер да это 3 миллиона 3 миллиона просмотров у тебя да ты чё ничего себе это было очень весело когда ему сказал что у меня есть ролик и на 49 миллионов то есть он увидел что я блогер и это было конечно очень смешно но надо было искать андрюх ну как тебе полярник у нас смена дислокации очередной раз нас забирает пена на обед на поселка ветер очень сильный подмерзли сегодня на реке это это корка ты как себя чувствуешь да сил только нет итак товарищи знатоки подскажите пожалуйста что это такое сейчас один момент один момент не в смысле что это лед это понятно что это лед но для чего нужен он такие брикеты для чего в якутском доме но сегодня вечером нас андреем ожидал сюрприз в селе эльгиай состоялся концерт и как в сказке наша гостеприимная хозяйка оказалась юбиляршей этого вечера а геннадий георгиевич водитель который постоянно был с нами подбрасывал в печку дрова забирал нас на обед оказался очень искусным певцом песню которого весь зал слушал не дыша до сих пор что он не и да а и и и и и там и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Итак, утро нового дня Андрей начинает разбивать новую территорию на лунке Сейчас Ну, пожелайте нам удачу Вот видите, как москвич Смотрите, какая косметика у него сразу Так, я сейчас Так, я сейчас переключусь Погода холодает Кстати, в эту зиму в Якутии опять побиты рекорды Вот списки разнообразных районов, городов, в которых зафиксированы очень отрицательные температуры Здесь пока в районе 40 градусов Но все-таки подбирается уже холод Вот вчера было довольно-таки тепло Тридцатка с ветром Ну, сегодня 40 и небольшой ветер Так что работаем Работаем Итак Вот видите, вот эти все бугорки Это все лунки, которые мы просверлили Да, вот-вот-вот-вот-вот И получается Вот Тоже вот эти вот все Площадки Помимо еще рандомных То есть мы Выбирали Везде сверлили И сейчас у нас остается буквально Несколько часов до завершения Потому что если мы сейчас не уедем То мы просто в Якутске опоздаем Пять дней работы Пробурили Не знаю какую территорию Плюс подводный дрон Да Исследовали все, что можно исследовать То место, где нам указали местные жители Мы исследовали полностью Здесь у нас Душа спокойна, как говорится И еще несколько рандомных мест захватили Да-да-да И так просто пятнами погурились Поискали Поискали Но, к сожалению Не нашли Видимо, действительно Надо возвращаться летом С водолазами И уже более Обширные поиски делать Ну все Сворачиваем поиски Собираем палатку Включаем печку И потихоньку Начинаем путь назад Печка грел у нас Все эти пять дней Да Собираем ее Остужаем И сейчас поедем Итак, дорогие друзья Наше великое путешествие Во имя великой цели На которую нас Благословили Подошло к концу Да, мы не нашли Да, к сожалению По времени мы ограничены Да Можно было продолжить поиски Мы сделали много Мы точно знаем Где теперь Не лежит Да-да Ну, карта размечена Все Пруфы есть До скорых встреч Никогда не болейте Дорогие друзья До свидания Увидимся Легенды Имеют право на существование Устные легенды Никогда не врут В них надо верить Изучать Пересказывать И пытаться разгадать Иногда даже Самая сказочная Сказка Имеет под собой Достаточно веские И четкие обстоятельства И даже если Две легенды не дадутся Третья Скажет Расскажет И покажет о себе все А в Домодедово елочка стоит И свои встречают Пока Субтитры Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok